слава иисусу христу по любому славу мы сюда людям зашли рассказать о христе о том что он умер за наши грехи то что призывает нас жить свято если мы в него уверен он снимет на согрешение и тягу к греху все это уберет здесь вот интересно здесь половина мужиков голые 90 процентов мусульмане и почти 100 процентов пьют и курят вот это вообще не у меня кофе да я понял я имею ввиду вообще что хоть просто пьют то есть все пьют то есть что нельзя попить в другом месте что ими надо выйти на подкадр и пить начать кому-то вот в этот момент именно жажда началась они у него я чисто свободное время убивать ну а тут нечего тут блудники одни тут от них только скверно на себя цеплять а ты так как хочешь да ну да мы верующие мы богословим и православные христиане молимся сегодня вот я только с храма пришел воскресный день тоже написано 6 дней работ 7 господу богу твоему не помнишь какая у христа профессия у него этот с деревом работал очень плотник 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 у него и больше нету он помогал отцу своему до 30 лет все был плотником больше ничего не сказали кроме этого общем развитие а вы можете любой вопрос задать по библии по поверь и поверь и по спасению души если я буду знаю от и отвечу может вас что-то не оттогоет для чего допустим для чего нужно ходить церковь почему вообще священник нужен там какие-то вопросы вас беспокоит почему они продают что-то покупают там таинства свечи то почему они почему они подают ящикочки цвечки но потому что во первых они производятся то есть они имеют производства где-то у них есть производство это стоит люди делают что-то когда затрачивает силой и соответствует на этом то и идет то есть она сколько-то стоит а вот что касается молитв это все бесплатно должного если вы Это платно, вы за это не платите никогда. Молитвы, таинства, крещение, венчание, это уже их преступление. То есть это, они за себя ответят, это об этом даже говорить не надо. Это запрещает церковь. 76 канон вообще запрещает всякую торговлю в храме. Господь два раза применил насилие. Он никогда не применял насилие, Христос. Никогда. Но два раза применил. Когда зашел в храм, и там увидел торгующих, покупающих, и он их всех прогнал. Взял бич и их прогнал. То есть Христос относится к торговле очень плохо. То есть и те, кто ее делают в храме, нарушают. Вы должны это просто знать. И поэтому мы и должны быть в церкви, чтобы говорить об этом людям, чтобы не нарушали. Нельзя от нее отборкинуться. Получается противоречие. Свечки с цепочками продают, а ты говоришь нельзя. Нет, их можно продавать, но не в храме. То есть не в ограде храма. Ну то есть там где-то у них специально создать лавку. Но в храме там Господь говорит, дом мой, дом молитвы наречется. А вы сделали вертепом разбойников. То есть он назвал их разбойниками, те, кто продает. Там для молитвы. А вот это вот территория, которая к храму. Даже нельзя по канонам, даже на территории нельзя. Должно быть за территорией. По правилам. А вот, вот видишь. А тут, где я видел, везде на территории лавки. Ну, это уже плюс большой, когда на территории лавки сейчас в храме в самом продают, бывает. Прям в самом храме. Там служба идет и продают. Но это... Нет, в храме я не видел. Но это хорошо, что у вас так. А то у нас это... А так... А ты откуда? Я Казань. Казань, город. Понятно. Там не было. Да, мы могут на это смотреть, на эти грехи не должны. Потому что кто их делает, тот за них перед Богом ответит. А мы сами не должны участвовать просто. То есть свечи покупать не надо. Только ты сам в мысли. Потому что если только купил за оградой, то пожалуйста. А там это уже... Потому что Бог прогнал и продающих, и покупающих. А мы должны платить десятину. Бог определил, что 10% всего дохода мы должны отдавать в церковь. Вот это мы должны. И тогда это будет благословение Божие на нас. Если вы будете отдавать... А почему отцы потом на дорогих машинах ездят? На неприлично дорогих? Ну вот не знаю. Вот я которых знаю. Вообще ни у кого нет таких машин. Ну а эти кто едет, они сабланк подают. Это их грехи. И они за это ответят. Что у меня? У меня своя старая 98-го года машина. Что у меня на них смотреть? У меня... В храмах правильных... Ой, в храмах, где священники в честной, там ни продажи, ничего нету. Ни торговли. Там бедные они. Десятина платится. Господь создал десятину. Вот если вы хотите быть благословенным, Бог сказал. Два момента есть, которые надо выполнить. Два. Это платить десятину Богу постоянно. То есть это не наше. Если мы ее не платим, то мы воруем у Бога. Он нам ее прикладывает к нашей зарплате. Десять процентов. Мы думаем, что это наше, но это Божие. Не наше. И никогда не проклинать евреев. Евреев не приклинайте никогда. Ну, они там все ограбили. Они ограбили там, они много чего сделали. Все согласно с этим, да. Но не проклинаем их. Потому что Господь сказал, проклинающих прокляну, а благословляющих благословлю. То, кто семя Авраамова проклянет, тех Господь проклянет. Гитлер на евреев напал. Что с ним стало? То есть он проиграл войну в итоге. Римская империя тоже. То же самое. Гнала, начала гнать евреев. Ее больше не стало через некоторое время. Поэтому десятину надо платить и евреев не проклинать, а благословлять наоборот. Но участвовать в делах их не надо, конечно. Да нет, евреями вообще как бы. Ни хорошо, ни плохо. Ну вот. Ими никак. Вот если бы вы хотели, можете вот такую книгу приобрести, найти. Там храм какой-то может есть. Библия. Потому что там все написано. Все как Господь определил нам. Закон Божий написан для нас. Как нам жить. Потому что если мы его не будем знать, мы нарушаем его всегда. Я когда его не знал, ты всегда его нарушаешь. Везде. А если нарушаем, то погибаем. Вот и все. А во сколько вы пришли к Богу? Я пришел, уверовал, в 19 лет примерно. 19. Ну уже больше 10 лет назад. Угу. Клонил. Больше 10. Как это вообще произошло? Ну я с детства, с детства меня интересовало все такое. Я не, как бы, ну допустим, толпа в одну сторону идет, я всегда в другую иду. Допустим, все какую-то книгу там, вот там вышла какая-то книга, все читают эту книгу. Я ее никогда читать не буду, потому что все туда ее читают. Я для меня это как было отторжение. Все читали там, а я читал духовную литературу, но мне попалась восточная буддистская литература в свое время. И я ей увлекался. Я искал истину. Вот где истина? Для чего человек живет? Какой он должен быть по-настоящему? Бог есть ли? Ну и вот я буддизмом увлекался. Ну и доувлекался до 18-19 лет примерно. Уже в полный такой распад пришел, со личностью, можно сказать. Ну и потом Христос меня призвал просто. Я просто уверовал во Христа. Когда я произносил слово Иисус Христос, мне хорошо становилось на душе. Я думал, почему так? И я когда ехал там, Господь меня обратил. То есть я уверовал в Бога. Было как, я на машине еду. И меня потащило на машине уже. А я был такой уверенный в себе. Я думал, все своими силами только можно. То есть имеется в виду, только на себя упавай. Больше ничего нельзя. И я ехал на машине. Вдруг машину потащило. Там чуть ли там яма какая-то огромная. Потащило все. Я туда должен был провалиться. Это было посреди леса, в грязи. То есть все, там можно было остаться. И я в этот момент замолился. Христу. И меня бум! Остановилась машина. Я уже после верующих поехал. Я когда выехал из этого места, первое село, которое я проехал, было называлось Богородское. И я понял все, что я был неправдой этого. Я пришел, там свечи купил, поставил. Еще тогда такая вера-то плохая была. Долго я еще к вере приходил. Но вот тогда я уже понял, что истина во Христе. Ну и потом уже и в армии, там я когда служил, и все. И уже молитву мне Бог отвечал. Я покаялся в своих грехах, изменился. Бог меня изменил. И уже делал всякие, ну много чего. И близкие мои, мать, отец обратился к Богу. Мать крестилась, будучи татаркой, обратилась к Богу. Друг у меня крестился, то есть обратился. И все, нас Бог повел. Вот так вот. Понятно. Надо обязательно, есть всегда грех какой, который не дает человеку, чтобы Господь мог его вытащить. Это грехи, как правило, либо курение, либо пьянство, то есть алкоголь, либо матершина, либо ложь, то есть лгать привыкш, либо блуд. Вот эти пять грехов, это оно основное. Если что-то одно есть, надо быстрее бежать и нависпывать к священнику, исповедовать и больше не совершать. И Господь начнет просвещать душу. Он начнет все открывать. Потому что грех каждый, он очень сильно сковывает душу. Он как закрывает, ты ничего не можешь себе поделать, дьявол управляет тобой, если ты в грехе каком-то. И написано, делающий грех есть раб греха. То есть, если человек делал грех, он уже раб, он не может от этого избавиться. Его никак от этого не избавить. Но только если, написано, если сын освободит, свободны будете. То есть, надо просить у Господа Иисуса Христа, чтобы он дал покаяние и освободил от этого греха. И Господь освобождает, как будто никогда не было. На исповеди все это происходит. Причастие, при крещении. А вот еще что, не пойму. Иисус же сын Божий, правильно? Иисус, да, сын Божий. Верно. Почему его Богом называют? А он такой, сын Божий, Бог. По природе, как вот, у вас сын, он же человек будет. Ага. Это Бог. Это, в это не надо влезать даже. Мы просто это знаем из Писания, что он был до начала времени. То есть, еще творений никого не было. Он всегда был, то есть, Бог, Отец, Бог, Сын и Бог, Дух Святой. Один Бог это. Не три Бога, а один. И это, это не вместить. Мы просто это принимаем на веру. Больше ничего, мы не задаем больше вопросов. Мы, нам Бог так себя открыл, и мы говорим, аминь. Все, больше не задается вопрос. А то и мусульмане начинают, а как так возможно, а то что. А ты кто такой, чтобы спорить с Богом? Чтобы говорить, что возможно, невозможно. Богу все возможно. Он воплотился, принял на себя плоть и стал Бога-человеком. Иисус Христос, это Бога-человек. То есть, он и человек, и полностью Бог. И он взял, знаете почему? Его спасителем называют. Почему мы считаем его спасителем? Поскольку он, мы за свои грехи должны сами заплатить. Потому что закон есть. Возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23. А Господь взял наш грех на себя и умер за нас на кресте. То есть, он заплатил за наш грех. Заплатил. И если мы в него не веруем, не живем по его заповедям, то наш грех остается на нас. А если мы уверовали в него, приняли его жертву, то он берет наш грех на себя. И мы, и оправдывает нас. Мы становимся оправданными. Безгрешно. То есть, мы оправданы перед Богом. И мы дерзновение имеем перед Ним. Он нас как своих сынов слушает. Мы молимся Ему. Он нам дает, мы как бы вводимся Его Святым Духом. И все, мы несем эту благую весть. Вот я сюда и зашел, чтобы рассказать о Боге. Эту благую весть, что Бог нас всех себе призывает. Можно больше не грешить, не блудить. Не быть зависимым, не бояться людей. Но только Бога бояться и теперь служить Ему. Для этого надо покаяться. И исповедовать свои грехи. Не бояться. Священник, он не кустит никого. Мы исповедуем священники перед Богом, а священник это свидетель. У него есть власть прощать грехи. И когда он будет... Грехи прощены, то есть он прочитает разрешительную молитву, все время грехов снимется, и вы вздохнете полной грудью, и можно жить заново начать. Жить свято. И Господь всех призывает. Он призывает даже стариков всех вообще. Но если мы отбросим это, не примем это, то после смерти нас ждет гиена огненная. Написано с дьяволом и ангелами его. То есть, где плач и скрежет зубов. Бесконечное мучение. Бесконечное страдание. Суд страшный. А кто первый в Библию написал? Библию писало примерно около 40 авторов первой Моисеи. И написано, писали святые божьи человеки, это все святые, будучи движимы духом святым. То есть, Бог водил их рукой. Дух святой ими управлял, и они писали. И поэтому в Библии нет ни одного противоречия, ничего нет. То есть, там все. Дух святой, Бог писал. Невозможно подкопаться. Но под святым духом можно. Там пророчества. Все пророчества сбываются. Известно, как мир погибнет. Как будет страшный суд проходить. Какие предвестники этому. Все это написано в Библии, и уже все сбывается. Многое сбывается уже. Вот так. Понятно. Заходите, вот у нас большой канал есть в Ютубе. Самый большой в мире канал в Ютубе. 44 миллиона просмотров у канала, в общем. Заходите. А как называется? Называется «Во свете Библии». По-русски или по... Вот так вот. Прямо в Ютубе напишите в поиске. «Во свете Библии». По-русски. И там такой... Понял. Там такой старичок стоит на картинке. И с книгами красными. Это вот Игнатий Лапкин, исповедник один веры православной. Можно сказать, святой человек. Этот. Вот это наш канал. Мы в него... Вот зайдете, подпишитесь. И там вы все... Все ответы на все вопросы. Вы увидите, как живут верующие. Как молятся. Утром, вечером занятия по Библии. Благовестия. Людям о Боге. По улицам ходим, рассказываем. Мы православные христиане. Там строится православная деревня. Община. Мы не... То есть в этой общине, чтобы поселиться, надо доказать, что не пьешь, не куришь, не материшь, не воруешь и не лжешь. Только тогда ты можешь там поселиться. Единственное... А если иногда выпивать, то тоже плохо. Нет. Да. Там нельзя пить. Потому что слишком много... Я имею в виду вообще, чтобы не грешить. Вообще не надо пить. Смотрите, вино пить немного, это не грех. Но сейчас много пьяниц, и если они видят, что верующий человек хоть чуть-чуть пьет, для них это является поводом, чтобы они уже спивались. Поэтому, чтобы других не соблазнять, лучше вообще отказаться. Сейчас. Но это не грех. Выпить? Выпить вина? Не грех. Выпить немножко. Немного, конечно. Не более там двух-полтора стакана. Хорошо, сейчас посмотрю тогда канал. Ну все, благослови вас. Как вас зовут-то? Денис. Денис, благословит вас Бог. Заходите. Спасибо. Сейчас посмотрю.